Субтитры подогнал «Симон» 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 У меня цирковь не доводилась. Ну и я тоже. Пойдемте посмотрим. А деньги я вам дам. У меня копилки есть. Ура! Я и вам хочу! А может, и влянское день, и то же самое смотрим, сидим четверо стена. Так цена-то какая! Да не пригодняйся, Маша. Всегда я ведь помочь хочу. Хочу. На третий день декорды поболели на окраине, где в недавние времена разливались, словно по лаводе знаменитые нежности ярко. Сергей во все глаза рассматривал декоменную птицу, не похожий на ковер самолет, о котором знал из сказки. А когда же полетит? Допытывался Сережа. Но вот, родился отмышительный гул мотора. Но после них было ожидание. Припеллер крутился все быстрее. Самолет покатился по ровному полю, потом будто дернулся, оторвался от земли и полетел. Все ахнули и зааплодировали. Отчаянно пил у нас Сережа, изведя во страшный глаз невиданной птицы. Почему? Почему? Хрилли, не важно! Удивленный спросил Сережа, когда Айротлан поднялся на деревню. Всю дорогу домой ребята задавали все новые и новые вопросы и никак не могли на них ответить. Дивная, грохочая, огромная птица потрясла воображение впечатлительного мальчика. Сказка или вы? Им владела необъяснимое чувство от счастья. Желание узнать, что это такое. Что время, но где-то, да никак не у души. В детском воображении незримо летало чудо-птица. Летало, чтобы через 10 лет навсегда завладеть тем существом Сергея Королева. В будущем конструктор родился 12 января 1907 года. Семью учителя русской совместности 1-й житомерской гимназии Павла Яковлевича Королева. Подпитывался он в городе Езбург. Бил и учился в Одессе. В 1926 году обучил профессиональную строительству. Еще в школьные годы Сергей лишался не с учительными способностями. Не с противотягой, но и тогда авиационной техники. В 1924 году Сергей Павлович Королев окончил францию Сыгинского политического института, а затем продолжил образование в Москве. Окончил высшее училище Игни Баумана и одновременно Московскую школу летчиков. После окончания МФТУ он поспорил только что создан научно-конструкторскую лабораторию по разработке реактивных летательных аппаратов. Но все дальнейшие летные аппараты Сергея Павловича Королева здесь деливаются в основном, как и от космической техники, от историй и изходной страны. Даже те, кто проработал с Королевым всю жизнь, не всегда знали, что пережил плавный конструктор до 1947 года, до того, как был реабилитирован враг народа по фамилии Королев. Как будто сама судьба провела его по краю жизни, спасая моменты, когда он должен был умереть от голода, быть расстрелянным или удовольствием во время народных крушений. Сергей Павлович Королев, выдающийся конструктор и учетный, важный герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик Академии Дом КСССР. Он является создателем отечественного стратегического ракетного оружия в средней межконтинентальной дальности. Я из новоположников практической космонартики. Он по праву является отцом отечественной ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический политет и сделавшей наше государство передовой ракетно-космической державой. В 50-е годы именно от Королева зависела дальнейшая судьба Советского Союза. И главный конструктор не подвел. Под его руководством был осуществлен в первой в мире запуск баллистической ракеты с подборной лодки. Главный конструктор Сергей Павлович Королев предавал колоссальное освещение тому по первым вальдив в космос. Можно предусмотреть все или почти все, но нельзя предусмотреть то, что будет с человеком, когда он впервые окажется в космосе, выйдя из-под власти земных сил. Как же будет одиноко этому пыльчаку в космическом корабле? Вокруг пустота, а Земля и все, что он любил, далеко-далеко. Полное одиночество удел первого космонавта. Первому космонавту надо было доказать раз и навсегда всем-всем-всем, что пребывание в космосе пассивно человеку. Я с особым вниманием следил за испытаниями сургагами, испытаниями на одиночество. Спрашиваю очередного бородача, о чем вы думали? И слышал обычного ответа. Всю жизнь перебрала. Да, полное одиночество позволяло в достах покопаться в прошлом, а вот испытывание, чьи показатели оказались самыми высокими, ответил с открытой мальчишеской улыбкой. О чем я думал? О будущем, товарищ Главный. Я бы стрелял в его яркие, пистящие глаза, даже на самом деле замыкненное от стояга страшного переживого одиночества. Черт возьми, товарищ Гагарин, вашему будущему можно только позавидовать. У меня как-то раз спросили, Сергей Павлович, неужели ты считаешь, что другие космонавты строят свой задание хуже, чем Гагарин? Ничуть придет время, и каждый из них превзойдет Гагарин. Но никто после полета так не улыбнется человечной вселенной, как Юра Гагарин. А это важно, куда важнее, чем мы должны себе представить. 12 апреля 1961 года Сергей Павлович Королев поражает мировую общественность, создав первый как пилотированный технический корабль в Восток. Он реализует первый в мире полет человека, гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина по околоземной орбите. Восток. Люди вдаль. Люди вдаль. Люди вдаль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok